Привет друзья, я Дмитрий Довженко, вы на одноименном канале. Сегодняшнее видео будет про декоративную раму для зеркала. Вот это зеркало необходимо обрамить, предположительно рама будет из ясеня, может быть дуба, сейчас определяется, она будет тонирована под некий цвет коричнево-рыжий. Ну и постараюсь в процессе показать, как буду изготавливать эту раму. Сейчас протру зеркало, сделаю замеры его по ширине, по длине, определимся с материалом, идеи по рисунку есть, соответственно будет изготовлена обвязка или рама для зеркала. Начнем. Здесь имеется фацет шириной сейчас 26 мм, но кое-где немножечко поврежден край. И здесь в одном месте имеется небольшой скол. Он у нас, к сожалению, есть 5 мм. Ну, может быть, сделаю четверть-шесть мм, чтобы гарантированно мы перекрывали эти участки. Сейчас я подготовлю доску и посмотрим, начнем дальше продвигать. В общем, решил сделать из дуба. Хорошая, качественная дощечка есть. Очень вкусно. Продолжение следует... Сейчас я заменю диск Как уже сказал, что стоял на пиле по ламинату Он не совсем годится для этих целей Я поставлю вот такой диск Это диск для продольного пиления Многие ребята, которые обращались Рекомендовал его в работе Здесь большой угол атаки И ограничитель съема глубины Сейчас я его установлю И мы прорежем Еще один нюанс по порезке Когда мы режем доску на полосы Естественно, ширина доски постепенно уменьшается В какой-то определенный момент нам не на чем зафиксировать шину направляющую Ввиду того, что заготовочка уже узкая Для этого есть один способ Там добавляется, конечно, возможно добавляется одна из операций Но тем не менее позволяет очень ровно раскроить доску на любые полосочки Вот, что я имею в виду Что конструкция шин направляющих такова, что она фиксируется Мы можем обрезать одну часть Но когда нам необходимо следующую У нас уже не будет базы, за что закрепиться Для этого замеряю толщину заготовки И не дорезаю приблизительно 1 мм Этого будет достаточно, чтобы доска держалась Сейчас я замерил здесь 32 толщина Мы устанавливаем, наверное, 31 по шине Вот так вот ФС, это шина направляющая Сейчас, пока она закреплена Мы можем прорезать Сейчас попробуем вначале В принципе, не выходит И еще момент Первый раз вы видели, как режет диск по ламинату И вот я специально поставил диск Для продольного реза Мы можем даже увеличить количество оборотов Посмотрим, насколько меняется режим резания Что мы получили? Доска, она в принципе шевелится Мы ее можем оборвать Сейчас я ее разверну Здесь у нас 80 мм, как я и предполагал Здесь мы тоже отметим 80 Это следующий рез И 162 Это с учетом То, что у нас должно быть два реза Теперь фиксируем шину направляющую Учитывая, что у нас этот кусок Не дорезан до конца Он удерживает шину И у нас появляется Хорошая плоскость для работы Этот край мы, конечно, обрезаем полностью Поэтому увеличиваю глубину погружения Ослабляю струбцину И передвигаем На следующее место При этом заготовочка у нас Вот мы видим то, что я не дорезал Но она фиксируется Поэтому доска позволяет закрепить Ширина доски позволяет закрепить шину Прочности достаточно Чтобы она не оторвался тот рез Миллиметровой перемычки достаточно Вот, эту заготовку мы обрезаем И получаем абсолютно ровную Одну заготовочку Вот, теперь В принципе Это вот так вот происходит И мы получаем Очень четко Небольшая часть, но это все фуганется То есть Здесь Совершенно Тоненькая перемычка Которая абсолютно Не помешает Зато мы получаем Из одной доски Абсолютно ровные заготовочки Которые сейчас Буду фуговать Значит Сейчас задача какая За этот период Произошли Изменения По дизайну Где это должно Находиться И Некий Фигурный рисунок Который здесь Планировался Профиль Его переиграли Здесь будет Более строгий вариант С некоторыми элементами Для меня это плюс Потому что Пойдет чуть меньше Материала А именно Мне необходимо Этот брусок Разрезать Фактически По диагонали Для этого Сейчас На ленточной пиле Я настрою Небольшой угол И Каждый из брусков Будет разрезан На две части Ну и дальше Посмотрим Будет уже Делаться четверть Для зеркала Пока Необходимо Разрезать Продолжение следует Значит Какая ситуация Здесь Сейчас У нас Пиленная доска Я не буду Фуговать Я не буду Шлифовать Эту часть Именно След от пилы Станет Частью Декоративной Частью Рамы Сейчас Мы усилим Эффект Продольный За счет Выбора Волокон Мягких Ну и В конечном Итоге Будем наблюдать Что из этого Получится Сейчас Ленточная То есть Ленточная Щеточная Машина Зернистость 80 Нейлоновая Щеточка Будем Выбирать Мягкие Волокна Пользуемся Средствами Защиты Средства Защиты Аватар А Реклама Реклама Канала Продаются В магазине Вудо Студио В моем Продаются Только проверенные Вещи Очки Очень Прочные Не царапаются Не ломаются Гнутся Как угодно То есть Если у вас Голова Особой формы Вы можете Выгнуть Так как вам Будет удобно Важная Катер Останливей С motivations Важная Важная nuevo Важная Важная Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот она у нас такая идет Достаточно необычная С ровными Плоскостями С плоскостью и с центральной Частью, это у нас декоративная часть В инстаграме Угадывали, что это все-таки За профиль Профиль это Подзеркало, соответственно, здесь Многие предполагали, что Должна быть классическая четверть Но учитывая, что здесь Совершенно тонкий профиль И четверть не помещается Рамка будет иметь Вторую часть Которая разрежется Из вот этого брусочка Часть будет иметь Она будет смещена Здесь будет идти Вот такой скос Декоративный Здесь будет четверть В которую укладывается Зеркало Немножко укороченный вариант Но в этой части Будет идти Такой же скос Это все будет 45 градусов Из этого брусочка Две таких Между собой Они соединятся на шипах И мы получим Вот такую сборную раму Для чего вот эти скосы Это будет показано По ходу Пока Я подготовлю Сейчас разрежу Сделаем скосы Отберу четверть И будем в процессе Смотреть Что из этого получается Профили готовы Нижний и верхний Ну теперь можно Прирезать По размеру зеркала Прирезаем сразу По По факту С небольшим Может быть Миллиметровым Запасом Какой Продолжение следует... 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 Тащу зеркало Зеркало историческое Побить нельзя Сейчас поближе покажу Вот то что я рассказывал Четверть находится вот там снизу И зеркало укладывается в четверть с той стороны Что нам дает? Четверть достаточно глубокая На миллиметров 15 То есть само зеркало достаточно надежно Привет еще всем кто зашел Здесь оно держится нормально Вот здесь кусок отбит А верхняя часть она у нас будет только Как накрывная, декоративная Сейчас я ее установлю И покажу поближе что у нас получается Ланели Четко становится В принципе Достаточно легко По большому счету Его не нужно будет приклеивать Снизу идут шурупы Глубину четверти подбирал таким образом Чтобы двойная рама Вот она Она соединяется Но сейчас без шурупов Вот отверстия под шурупы Идут по периметру То есть когда она соберется У нас будет достаточно Надежная конструкция И при этом Минимальный захват По фацету Потому что ширины фацета Хотелось бы Побольше его сохранить В общем В общем удалось Вот такая конструкция Достаточно легко будет висеть На стене Значит Еще какой момент Вот нижняя часть Она делалась Специально Чтобы Сама рама Не касалась Стены И у нас Оставался Небольшой Теневой шов От стены Она тогда Как бы Парит Рядом со стеной Игорь привет Тоже всем Вот Скол Который здесь У нас был В принципе Его фактически Незаметно Он скрывается Сейчас Перекрывает Верхняя накладная часть По моему На 6 миллиметров Я так рассчитывал Таким образом Ну Удалось Старенькое зеркало Облагородить Достаточно Как по мне Интересно Должно будет послужить Высота его Вместе с рамой Порядка 2.10 То есть Полный рост Любой дядька Вмещается Не говоря уже О том Кто будет Красить губы Или там Что-то В зеркале В общем Вот такая конструкция Как это Ставим Где тут Ставим лайки Подписываемся Но это не в ютубе Для ютуба Я отдельно снимаю То есть Постараюсь сделать Маленький фильм Будет Как я ее делал Вот Немножко повозился С покраской Потому что Здесь достаточно Специфическая Она Меняла В процессе Несколько раз Цвет Но Удалось Идея была Немножко Инвертировать То есть она Я хотел Чтобы она была Белая А вот эти участки Были темные Ну Дизайнеры Они люди такие У них свое видение Поэтому Сделали Как сделали Покрытие Это по-моему Оли Оли Крил Всем спасибо Что присоединились Закрываем мастерскую У нас уже вечер Не знаю Как у вас Еще нам надо Эти Маски носить Так что Носите маски Не болейте Буду рад видеть всех В новом эфире До новых встреч Спасибо Пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok